поделиться есть с вами чем потому что занимаюсь вопросами оздоровления людей очень и очень давно и сегодняшняя встреча она для меня в какой-то степени в общем-то необычная потому что есть такая возможность лишний раз поделиться с вами тем чем вот я реально живу уже на протяжении последних 20 лет и вы знаете давайте я задам вам некоторые вопросы потом представлюсь потому что практически общаться буду с вами впервые если меня нормально слышно будьте добры поставьте плюсики чтобы я понимал что слышно мне нормально так замечательно и соответственно сегодня мы с вами поговорим действительно о той теме которая для меня не то что близко очень значимо и фактически все то что реально я делаю в какой-то степени вращаются именно вокруг восточных идей восстановления здоровья но тем не менее чтобы вам лучше вообще понимать с кем вы общаетесь я немножечко себе расскажу я классический доктор окончила воронежский медицинский институт в девянос третьем году по базовой специальности лечебное дело то есть я хорошо представляю вообще как функционирует человеческий организм с точки зрения европейских подходов но при этом длительное время работал анестезиологом или нематологом то есть в этой сфере мне тоже понятно и я даю себе отчет всегда вообще что может быть если вообще-то поступать с организмом человеческим не верно длительный период времени преподавал на кафедре был доцентом то есть получен огромный опыт в том числе и такой знаете преподавательской организационной деятельности тем не менее последнее время очень много работы именно направлении популяризации восточных систем оздоровления и вот в том анонсе который был в самом начале обо мне то есть все это действительно верно но может быть единственно можно добавить что я очень любознательный человек очень много вообще-то общаюсь очень много веду приемов и я не буду детально рассказывать о своих интересах и то что меня интересует потому что ну реально кому надо тот и так это узнает я всегда стараюсь сделать так чтобы мое выступление перед людьми всегда дала им какую-то пользу и вот сегодняшнее общение оно будет посвящено именно подходом восточной медицины именно тому что нам может дать традиционная китайская медицина вы знаете будьте добры я хочу все таки еще понимать с кем я общаюсь в целом если среди участников этого вебинара врачи то есть люди с высшим медицинским образованием поставьте пожалуйста девятку чтобы я понимал вообще структура аудитории то есть хотя бы один-два может быть три есть замечать так вот прошлый раз я вам рассказывал об одном из направлений тоже из восточных систем осдавления это су-джок ну сегодня вкратце коснемся этого но сегодня в большей степени я все-таки коснусь той темы которая как раз таки знаете дает возможность при ее грамотном применении очень хорошо восстановить здоровье потому что что су-джок что вот то что мы сегодня будем с вами разбирать это на самом деле все плоды одного поля это все методы регуляторного комплексного системного воздействия на человеческий организм я глубоко убежден что на самом деле неспроста кстати мало кто про это знает что где-то в 1900 по моему восьмидесятом году всемирная организация здравоохранения буквально на таком знаете формальном очень серьезном межгосударственном уровне приняла постановление о том чтобы распространялись идеи традиционно китайской медицины по всему миру и в общем то так оно и происходит на сегодняшний момент время и соответственно я сегодня вам очень подробно и тщательно расскажу именно о том что вы можете получить от этого подхода и скажу что лично я для этого сделал потому что ну сильно я автор многих книг ввиду большую работу вот в живую вот сейчас в интернет стал потихонечку погружаться и вижу что спрос в общем то на те знания которыми я владею он на самом деле только нарастает часто бывает думаю следующим способом что в принципе вот та моя глубокая убежденность и увлеченность этими методиками она наверно многого стоит потому что вот я для себя просто как доктор и как реальный живой человек без знания в этих точках не мысль сегодня мы с вами как раз таких и изучим и я вас этому научу мало того дам вполне конкретные практические советы именно с подходов так называемой корпоральной или китайской медицины те кто был на прошлом вебинаре я рассказывал о точках которые расположены на кистях рук это одно из так называемых микрокурпунктурных направлений сегодня будет именно разговор о так называемых точках расположенных на теле и взять в двухтысячном году я выпустил одну брошюру она так и называлась 15 важнейших точек зайти буквально минут пять тому назад вот перед началом вебинара я поймал себя на мысли потому что книжка она вышла тиражом я лично выпустил порядка 100 тысяч экземпляров а еще по всей стране разошлось ну перевыпускали ее то есть наверно более миллиона чувствую что надо переиздать и перевыпусть вы знаете я хочу как бы сразу самом начале задать вам такой вопрос вот здесь я фактически вторым пунктом пометил а знаете ли вы что такое . красоты и где она находится вот вопрос в аудиторию кто знает о чем идет речь и где эта . находится напишите то что знает поставьте 9 кто не знает поставьте ну единичку давайте мы с вами так интерактивно будем общаться кто знает 9 кто не знает единичку вот 9 поставил кто-то поставил 9991 кстати я иногда в самом начале выступления потому что . красоты она действительно значимой да вот живу и общаешься и понимаю что больше то находится чаще всего в аудитории женщин и их эта тема очень интересует я обычно им горюн дорогие мои но вы иногда знаете какие-то тонкие вещи связанные там может быть с курсом доллара а почему вы не знаете точку красоты вот смотрите единичек все-таки намного больше гарантирую вам что сегодня под конец нашего общения . красоты вы все прекрасно найдете и будете ее применить потому что задача моя сегодня дать вам знание о где-то 10-15 точек которые любой человек если он хочет быть грамотным образованными обладать каким-то простыми скажем так знаниями эти точки знать должен я по роду своей профессиональной деятельности пересекался иногда с китайцами и вы знаете с теми которые не врачи и как-то однажды вообще я нахожусь в городе тольятти сейчас вот именно в конкретный момент времени тоже хорошая погода великолепно дамир представил офисы у меня были одновременно в городе воронич и пару раз мои помощники приводят китайцев и а у меня муляж человек стоял на столе и так удивительно было когда человек китаец именно берет этот муляж и я понимаю что он знает где находится даже точках его то есть он мгновенно значит . хигу 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 так это было интересно наблюдать ну то есть вы сегодня об этой точке тоже узнаете самое главное что вы уважаемые дорогие женщины узнаете где находится точка красоты и еще очень важный момент виду того что мы находимся в осенне таком зимнем периоде а я сейчас еще то есть вот так сложилось спасибо даниру и вообще судьбе вот как бы что и такая возможность появилась у него со мной познакомиться через него у меня с вами я веду огромную работу по созданию курса под названием восточная медицина я сегодня они тоже немножко поговорю но основная цель сегодняшнего общения это в хорошем смысле этого слова зажечь вас увлечь знаниями восточной медицины то есть так как это вот произошло со мной свое время когда я девяносто в том году очень-то быстро активно переориентировался и лучше то был приглашен на кафедру работал доцентом но тем не менее хотя я зайти преподавал гомеопатию и подавал генна терапию фитотерапию но вот сейчас в большей степени в процентах наверно 80 если не 90 мои вот такие скажем врачебные мировоззренческие установки это идеи именно восточной медицины регуляторные подчеркиваю и затем всегда вот когда рассказываю о идеях именно восточных подходов все-таки хочется даже готовился к выступлению всегда готовлюсь несмотря на то что вы говорили у меня очень много сведений знаний которыми можно поделиться так тем не менее все равно всегда стараюсь готовиться потому что если мы не готовимся то на самом деле это неправильно и знаете вот в данном случае именно попытался найти несколько мудрых высказываний мне как раз таки попались высказывания именно конфуции и вот часто бывает так что люди значит видят многое то есть руки перед ними всегда тело нашего у нас с вами всегда но мы не замечаем того или не знаем и мы хотим это увидеть что ведь через кожу через тело через точки можно себе очень хорошо очень эффективно и достаточно быстро помогать очень важный момент это пускай будет посылом нашего сегодняшнего общения чтобы мы среди многого замечали безусловно главный и соответственно ну как бы опять таки и вот слайдик обо мне вы уж видели значит не буду на это тратить время давайте приступим конкретно уже практической части простой я не буду разгрузить избыточной информации китайской но тем не менее скажу так что наше тело покрыто с точки зрения вот традиционных китайских подходов меридианом есть янская группа меридианов вот здесь она для вас представлена кстати уважаемые будьте добры нормально передается слайдик поставьте плюсик что он нормально передается так чтобы я понимал что в общество идет передачах нормально замечательно это так называемый янский меридиан в рамках курса который я провожу а у меня уже снята 10 вебинаров полуторачасовых планируется еще около 30 значит я конечно подробно все рассказал объяснил ну по крайней мере просто для себя для запоминания существует 12 стандартных меридиан они есть у меня они у каждого из вас и по канонам китайской медицины считают что если потоки энергии в этих меридианах сбалансированы то и человеческий организм здоров есть группа янских меридианов 6 вот тонкого кишечника желудка толстого кишечника тройного обогревателя вот они здесь все представлены и кстати этот вебинар будет записи можете пересмотреть его по крайней мере не надо запоминать мало того я веду того что веду огромнейшее количество выступлений в живую мой личный такой вот собственно говоря результат самый максимальный это однажды хотя про восточную медицину и рассказывал на аудиторию в две с половиной тысячи человек не одна крупная китайская компания пригласила как лектора это было лет шесть тому назад был такой период я очень люблю эти подходы во первых потому что они действенные во вторых потому что они действительно очень эффективны и соответственно цель моя сегодня это заострить внимание дать вам в руки вполне конкретные знания очень простые по своей сути и знаете правят иногда общаешься с людьми особенно вот те которые с китая сейчас конечно мы можем у китая поучиться не только знанием о китайской традиционной медицине но и много чему другому и кстати вот это и ой весной побывал в благовещенске был рядышком именно возле китая и пересекался с китайцем ну и много вот кстати мои учителя свое время я учился в москве в воронежской медицинской академии это были китайцы и они вот даже вот такой простой пример я на своих лекциях часто его приводил говорю так вот мы с вами живем холодной стране китайская медицина она не знала ничего о том как устроен организм с точки зрения именно европейского подхода не было ни микроскопов не было ни и химических исследований но они были очень наблюдательны они внимательно наблюдали как себя вел человеческий организм и они увязали некоторые свои наблюдения с тем как там воздействие на ту или иную точку помогает человек хотя есть большой вопрос о откуда эти знания появились то ли они были наработаны в результате эмпирического опыта то ли эти знания были переданы откуда-то извне я сразу скажу что я в большей степени сторонник того что эти знания были переданы извне то есть наработать практически как-то систематизировать вот результате просто опыта практического наверно невозможно почему я так утверждаю я в 2000 году ввел научную работу по гомеопатии у меня была целая лаборатория и я человек скажем продукт двадцатого столетия имея компьютеры имея лабораторию это сложно увязать а как могли крестьяне как могли в принципе безграмотные люди все это уединяет все это как-то общество систематизировать и передавать я подчеркиваю я сторонник того что эти знания были привнесены извне кстати одна из базовых китайских книг книга и дзин или книга перемен тоже в какой-то степени об этом говорит вы должны просто знать что есть янская группа меридианов она отвечает за очень быстротечные процессы в организме прием пищи переваривание пищи и все действия вот этих меридианов они связаны с тем чтобы на эту приять и передать это первое что вы будьте добры запомнить вторая группа меридианов и так назвали низкие меридианы их функция в большей степени более фундаментальная то есть ту пищу который организм принял и переработать ее каким-то образом доставить к основным системам жизнеобеспечения организма и этих меридианов тоже есть шесть меридиан печени меридиан сердца медиан поджелудочной железы меридиан перикарда и вот другие то есть по крайней мере просто для общего представления будьте добры запомнить помимо этого ввиду того что я понимаю какой колоссальный ресурс имеет именно этот подход для здоровья в целом плюс еще всегда женщина она более активная пускай не обижается на меня мужчина я тоже мужчина но тем не менее все таки женская энергия инская энергия то есть она более фундаментальная она более значимая скажу вам сразу я провожу часто диагностики тестирую и скажу вам больше что янские меридианы янские энергии они чаще реально скажем так проседают инские меридианы инские энергии они более устойчивые и вот как раз таки это тот пример почему всегда на наших встречах вот в живую или даже вот сейчас в интернете все-таки женщин больше почему-то говорю что я немножечко вам сегодня расскажу о том какие точки на лице существуют через которые можно оказывать в общем-то влияние на здоровье мало вас мало того я вот вернусь к янским меридианам вот здесь эту картинку увидеть если вы посмотрите все янские меридианы как правило оканчиваются на лице я иногда когда слышу о том что женщины подвергают себя каким-то оперативным вмешательством подтяжка кожи лица с помощью например оперативных действий я понимаю насколько это противоречит философии этого подхода реально перерубаются меридианы она бедняга хочет быть красивая но при этом кучу проблем потом получает не надо этого делать эти методы чем про точку красоты сказал вот те кто не поленится в течение недели двух и позанимаются с ней вот только с ней вы знаете вы станете стране насколько это уже от вас зависит но неспроста эта точка была названа точкой красоты вот об этом мы сегодня с вами и поговорим более детально ну и кое-какие точки на лице тоже вам донесу значит я бы конечно очень хотел чтобы все те кто сегодня участвует в этой встрече еще и в общем-то познакомились вот действительно вот с этими важнейшими точками я их не поленился даже вот так вот систематизировал то есть те точки которые но как бесценные какие-то знаете такие жемчужины должны быть с каждым из нас вот например люди знают что такое может по его наверняка все знают что-то на один но мало кто знает эту точку красоты мало кто знает точку иммунитета и точку богатства я об этом вам сегодня расскажу и вы увидите где они находится то о чем будете сети сегодня речь и начнем мы с вами именно знакомство с этими подходами с первой точки так называемой точки который получил название бай хуэй общем наверное единство точку который я вот по-китайски назову потому что вот так бы как бы легче назвать но тем не менее эта точка она когда обеспечивает нашу связь с внешней средой и кстати в одном из своих выступлений вас прошлый раз кто меня слушал кто был я ведь рассказывал что здесь присутствует энергетический центр сахасрара то есть его основная такая энергетическая фундаментальная особенность это обеспечение знаний с внешним миром это накопление этих знаний вы неспроста говорят что вы сена у человека перед вами сидит человек у которого волосы в общем-то малом количестве но почему это так это уже другой вопрос но в какой-то степени возможно вот моя чакра сахасрара она в большей степени развита чем другие чакры так тут присутствует если мы подходим к энергетической системы именно с точки зрения традиционных китайских подходов вот эта точка бай хуэй то есть и головной боли при каких-то стрессовых ситуациях просто-напросто вот так вот взять по часовой стрелке значит свою макушку потереть 3 1 2 3 минутки в режиме комфорта отвлечься глаза закрытие уже будет намного легче два-три раза в день и вы почувствуете что вот те рекомендации и показания которые здесь озвучены они реально сработают то есть давление снизится вы станете более вновешенными то есть страхи какие-то будут меньше тревожить раздражительность уменьшить и самое главное что вы научитесь собой управлять . вот это бай хуэй очень важно есть симметричная и я не сегодня не буду рассказывать и так называемая точка духовный ладно как бы я думаю люди взрослые но так китайцы их назвали это бай хуэй а нижняя хуэй то есть находится изменить именно между промежностью и половыми органами мужчины у женщины тоже очень важная точка и они сегодня в одном месте вскользь коснусь по крайней мере чтобы вы знали . действенная и где-то ее тоже можно применить это . бай хуэй следующая точка даже фактически две парные точки это так называемые точки которые получили название точки удовольствия чтобы мы лучше с вами их запомнили делаем следующее то есть если вот таким вот образом я возьму свою руку вот смотрите вот можете повторить месяц а вот так будет лучше для запоминать то фактически что окажется вот в том месте где фактически у нас предплечье начинает уходить на шею то есть вот как именно вот этот вот возвышенность начинает появляться как раз таки и находится точка которые вот ее еще называют . удовольствия но если будет возможность кто попадет на моим встречи на мои мероприятия здесь так то есть я думаю это будет я вам расскажу дополнительно почему вот этот шейный отдел позвоночника даже в традиционной медицине считает столь важным я не ошибусь кстати вот давайте проделаем такой маленький эксперимент на с вами уже почти 367 человек будьте добры вот сейчас те люди это просто некий такой срез общества получился я очень бы хотел чтобы мой посылку такой информационный энергетический как бы дал свои результаты и вы стали грамотнее и здоровее в том числе те люди которые никогда не испытывали боль вот в этих местах вот в шейном отделе поставьте 9 те кто испытывал поставьте единичку давайте проведем эксперимент благо возможностей давайте то есть кто 9 испытывал кто один нет так то есть кого больше у девяток но но это хороший как был показатель что в общем то сразу объясню почему я этот вопрос задаю а вам как бы я не знаю вас возрастной состав людей которые находятся передо мной но здесь очень важная зона и в рецептурах те которые я часто применял а я занимался преподаванием рефлексотерапии мы фактически рекомендовали людям как только видите человека с любыми проблемами внутренних органов значит здесь или массаж или иголки можете рекомендовать ставить для вас банально вопрос то чувствуете дискомфорт чувствуете какую-то усталость возьмите вот так вот буквально вот даже своей ладошкой таким образом чтобы можно как вот этим земляным пальцем прямо в эту точку а можно просто всю эту зону всю эту локальную часть вот таким вот образом минутку 2 размассиваться одной стороны минутку 2 другой стороны это . удовольствие будьте добры запомните кстати сразу предупреждаю в конце моего вебинара будут вопрос я так всегда выстраиваю общение чтобы в принципе было интересно и полезно то есть я люблю свою энергию и очень-то свои знания расходовать рационально и так чтобы это давало результат я почему говорю что внимательно следите за тем что я говорю внимательно впитывайте информацию потому что в конце будет вопрос интересный вопрос и очень важно так лучше запомните уж так как бы устроена вообще наша работа нашего головного мозга нашего восприятия в этой теме поверьте тоже большой специалист и знаю как говорить что говорить когда говорить так чтобы вам было интересно мало того бывает так что вот например не нужно чтобы запомнили точки я сделаю так что в эти точки запомнил следующая точка эта точка богатства значит уважаемые мои на ваши вопросы постараюсь ответить в конце так по ходу вы их конечно задавайте вас действительно очень много в общем то я может даже модераторов попрошу так специально в конце мы выделим время и на скажем так если вопросы какие-то будут более-менее похожи я как бы эту группу вопросов затрону а по ходу вопрос сейчас как бы вникните во все то что я вам рассказываю и вы увидите что вы сами может сможете даже вполне возможно под конец этими знаниями пользоваться потому что но я провел на сегодняшний день лекции такого типа ну наверное несколько сотен чтобы вам было понятно если не больше тысяч потому что занимаюсь этим с девяносто восьмого года то есть через два года будет ровно 20 значит . гао хуаншу по-другому это еще точку называют . отстаболезни . скажем так если бедный хочешь быть богатым эту точку обрабатывать снова вопрос в аудитории так будьте добры те у кого межлопаточная область никогда не беспокоила поставьте единичку а те кого беспокоило хотя бы однажды в его однажды неважно там десять лет назад пять лет назад поставьте девятку то есть 9 кого беспокоило одиночка кого не беспокоило хочу понять чего больше мы все с вами тоже посмотрим ну девяток явно больше значит почему здесь девяток больше дело в том что неспроста китайцы вот уловили некую такую связь что и кстати в акупунктурных рецептах которые часто приходится озвучивать рекомендовать эта зона эта область рекомендуется для воздействия практически всегда и кстати сейчас на этих знаниях появилось огромнейшее количество организации компании которые в хорошем смысле этого слова эти знания используют и эксплуатируют то есть все массажисты эту зону разминают огромное количество компаний продвигающих массажное оборудование скажу вам сразу кстати недавно на своем курсе который проводил рассказывая о точке именно вот этой точки богатства вспоминаю всегда своего учителя по ну не то чтобы мой учитель но нашего преподавателя по лечебной физкультуре медицинском институте он был очень экстравагатный человек но самое интересное было в том что он лекцию свою читал приходил к нам чуть ли не в шортах и в руках у него была такая палочка с помощью которой он реально осуществлял массаж тех или иных участков тел и соответственно вот эту зону дело кстати вам вопрос аудитории отвечать не буду на него подумайте почему обезьяны друг друга так часто значит в общем-то расчесываю кое-что делают отвечать не буду есть кому будет интересно то потом где-то может быть отдельно и отвечу значит . гао хуан шу требуется для воздействия тогда когда речь идет о любых болезнях любых подчеркиваю считается что хронические заболевания особенно следствие охлаждения вследствие простуды они проникают в организм через эту именно точку как вы видите показания обширнейшие это профилактика заболеваний это проблемы верхних дыхательных путей это обменные заболевания и много чего другого то есть если мы с вами вот будет альтернатива например принимать какие-то таблетки для улучшения функции например иммунной системы или для улучшения состояния верхних дыхательных путей ну попробуйте вы массаж попросите кого-то банки чего угодно именно эту зону на эти точки . от 100 болезней запомните пожалуйста следующая точка очень важно ее легко находить это так называемая . в чем она имеет такое интересное название . очищение духа очень легко ее находить давайте я вам сейчас даже продемонстрирую на себе значит если мы кстати всем видно мой экран моего компьютера вот тут прямо у конца значит вот этой складочки находится эта точка и почему она так называется ну потому что она во первых находится на меридиане толстого кишечника который сам по себе ответственен за процесс очищения организма за выведение токсинов из вообще наших структур биологических и соответственно когда мы вот таким вот образом кстати очень многих людей эта точка при вот таком значит надавливание очень болезненно и если вы чувствуете что там есть болезненность я кстати чуть позже расскажу как эти точки обрабатывать вкратце и вы поймете но кто захочет более глубоко это освоить я объясню как это сделать чем умею это делать профессионально за этот период времени я лично кстати в воронеже в двухтысячном году на телевидении был передачу распосуджогу и меня мои коллеги называли доктор . пошел ну так оно и есть сегодня мы поговорим о важнейших и в том числе точках так называемых реанимационных будет сильно любопытку так вот эту точку которая получила название . очищения духа при гипертонической болезни при кожных заболеваниях вы можете массировать и получите хороший результат вы знаете следующий очень интересный такой вот зоны и . является . который получил название море энергии вообще помимо 12 меридианов как бы несложно запомнить многие говорят а как это запомнить дорогой мой но если ты не можешь вместо грамотный человек если хочешь быть здоровее если хочешь помочь своим друзьям знакомым родственникам себе самому любимому ну и так сложно эти 12 миллионов хотя по названию запомню числа от сложного нет ну будешь наголо всегда выше так вот три пальца ниже пупка находится как раз таки . под названием . море энергии кстати иногда эту зону называют зона харм и вот само название харакири тоже имеет связь именно с этой зон что мы им в общем то можем получить значит при любых проблемах желудочно-кишечного тракта при любых каких-то нарушениях ну только не острого характера то есть где нужно нам не дай бог аппендицит или какой-нибудь острый живот когда просто боль непонятная так и вы понимаете что нет острого живота но попробуйте вы эту точку размассировать таким щадящим мягким круговым движением по часовой стрелке и вы получите результат показания тоже очень обширный вот я бы как бы очень хотел чтобы вот этот мой разговор с вами вот этих несколько точек вы но не просто услышали а мы реально взяли их на вооружение вот просто взяли и стали используя запоминайте эта точка называется . море энергией следующая очень важная . чем . которая для меня очень и первыми перевозном смысле слова дорогая эта . под названием море энергии руки у вас у всех всегда перед собой эта точка чем она интересна вот она так называется . врата дух но она расположена на меридиане сердце так причем вот здесь я не поленился даже подготовил для вас такой рисунок чтобы даже ориентиры вы могли найти сразу давайте сделаем так значит взялись вот как я вы меня все видите пожалуйста все видите что я понимал что вы не видите картинку видите так видите вот в это место возьмите своей рукой и нащупайте точку которая реально находится вот в этом месте и тут есть как бы как косточка это косточка называется граха видны то есть чувствуете депрессию чувствуете стресс кто-то достал кто-то вас раздражает а вы не знаете как себя вести взяли на одной руке прямо эту точку вот таким вот образом слегка не сильно помассировали взяли на другой руке проделали то же самое так и вы увидите буквально чуть ли не на глазах как вам будет легче эту точку я в свое время использовал в своей научной работе и занимался изучением особенности влияния гомеопатии в качестве анализа изучал как себя ведет эта точка и и стоит знать все следующая . о которой стоит отдельно поговорить она стоит своего особого внимания и считаю что ее нужно знать всем по крайней мере это моя самая любимая точка потому что тоже живой человек чувствую простуду чувство усталость чувствую дискомфорт легко находим то есть берем вот таким образом свою руку и фактически вот здесь на верхушке моего моей кисти прямо вот здесь вот я так чтобы вам видно вот прямо палец подвели вот если вот так вот палец подводим так то прямо в этом месте находится . тыгу знать нужно всем применять просто смотрите какие показания следующая точка на которой обращу внимание эта . дзюсанли причем всегда когда подхожу именно к этой точке всегда говорю так знаете если бы не было никаких других точек вот не тех которые вам показал не тех еще там пять шесть которые покажу было всего лишь навсего это одна точка то можно было бы на самом деле вот заниматься только этой точке бывает ситуация когда просто вам даю уже вполне реальный совет врачам это часто говорил если вы например не знаете чего начать страшно боитесь вы во первых точками не к себе никак не навредить это раз и соответственно вы начинать запись будет мало того значит я даю себе отчет что те кто меня слушают впервые вас достаточно много это четыреста пятнадцать человек вот на сегодняшний момент время значит у меня очень системно есть разработанный курс по восточной медицине сейчас подойду о нем расскажу цель сегодняшнего занятия не сделать так что вы меня послушали как скажем так человека на сцене и ушли цель другая что вы узнали что есть точки если вы их не знали но вы все-таки уже знаете и действительно загорелись этими подходами сами ими пользуюсь это очень просто у меня для этого создан отдельный большой курс под названием восточная медицина на каждый день там на сегодняшний день система создана снято порядка где-то 10 вебинаров в планах еще порядка 30 и вы сможете сегодня с этим познакомиться сегодняшний вебинар подчеркиваю дать вам общие знания кто сделает еще повтор этот запись этого вебинара именно вот этого она будет в открытом доступе вы сможете с этим познакомиться давайте еще раз по поводу именно точки дзюсанли эта точка которая называется во многих источниках . долголетие скажу вам сразу я думаю что даже задавать вопрос никуда в аудиторию любой нормальный человек хотел бы на самом деле прожить как можно дольше прожить как можно более качественно и соответственно чувствовать себя хорошо и не быть обузой своим близким своим родным то есть быть в здравии и соответственно выполнять основные свои социальные функции ну или на самом деле чувствовать себя хорошо то есть качество жизни должно быть нормально и вот как раз таки это . она входит во все рецепты продления жизнь среди методов которые на сегодняшний момент достоверно продлевают жизнь есть несколько которыми можно согласиться это ограничение пищевого рациона то есть именно калорийности пищи и некоторые восточные подходы все остальное что предлагается под большим вопросом в общем запомните . дзюсанли и и можете смело значит для себя вот кто бы вы не были с кем вы может только детям и особенно не надо а те кто перешагнул там 30-летний рубеж для общего укрепления иммунного статуса для восстановления здоровья организма эту точку стоит обрабатывать и и там раз два в три четыре дня обрабатывала в осенне весенний период каждый день это несложно то есть показания вам какие они обширные . так и называется . долголетие а вот теперь уважаемые мои . которая получила название именно . красоты и да она называется саминдзяо но как вы видите вот здесь . находится в месте где пересекаются три стандартных меридиана меридиан который идет снизу это по крайней мере запомните что в этом месте почему она так называется чем красоты потому что что бы вы не ели как бы вы не кушали в каком бы например состоянии ваше здоровье не было этих три меридиана у современного человека не всегда проблем потому что питание никакое как правило экологическая ситуация неважно и массаж справа и слева этой точки легонечко в режиме комфортное удовольствие там например 30 секунд по часовой стрелочке 30 секунд против часовой стрелочки 3 2 раза в день в течение двух-трех недель сделает вас красивее сделает вас здоровее попробуйте кто этого не пробовал я проделал это сотни раз у меня обширнейший объем личных консультаций проведенных ну и в общем-то я свои 53 года и не уже в общем-то и моральное и в общем-то человеческое право вам про это рассказывать и в общем-то хорошем смысле зажигать вас этими знаниями то есть . так и называется . красоты будьте добры и запомните ну есть интересная точка под названием . пушень значит находится как вы видите на внешней стороне фактически голени вот внизу о мы щелка и но она очень интересно когда боли в пояснице то есть кстати те люди которые например вот в прошлый раз меня слушали я рассказывал о микроакупунктурных системах я их очень люблю они очень эффективны нельзя мимо китайских подходов пройти это свой как бы подход тоже очень действенный это . сохранение духа в общем-то и еще наверное об одной точке и на сегодня именно что касается точек я думаю будет вам достаточно информации эта точка которая вот как вот . доход из первой который мы начали связывать нас космосом то . юн цюань эта точка которая нас с вами связывает землей это первая точка меридиана почек вот на своем курсе в вебинарах которые записаны в этом курсе и очень подробно о ней рассказывал и очень важный момент что вот сейчас например тот период когда эту точку стоит массиво я находится он прямо как вы видите на подошве когда человек перенес простудные заболевания когда хочет быстрее восстановить свое здоровье массаж этой точки очень и очень показан особенно в случае когда нужно укрепить иммунитет но кстати уважаемые женщины и мужчины в том числе меридиан почек ответственен за наследство очень хорошо регулирует усиливает нормализовывать так называемую сексуальную функцию это важная часть нашей жизни и кому тема интересного может с ней поглубже познакомиться просто в рамках формата моего выступления так понятно я всего вам не расскажу но поверьте могу поделиться очень и очень очень долго думал стоит ли вам эту информацию давать и решил поступить следующим образом вы наверняка многие слышали по крайней мере я в свое время когда был подростком у нас циркулировала такая байка что якобы вот на теле человека есть там некоторые точки на которую если ты там в какое-то точное время нажмешь или ударишь ты человека вырубишь скажу вам сразу значит есть такие действительно точки но вырубить это если вы хотите я вам просто говорю что эти точки есть эти точки требуют повышенной осторожности и повышенного в общем-то внимания значит о них вот так вот более-менее подробно как о тех точках я рассказывать не буду но чем их особенность в том что их эти точки на самом деле можно использовать в случае если нужна помощь экстренная человека я говорю меня называли своими доктор . в воронеже на кафедре все знали мало того все знали что я еще анестезиолог и аниматолог по базам образования то есть как бы и так и так могу помочь человеку и были случаи когда я например ну часть таких случаев немного но несколько раз жизни были да например нужно было экстренно помочь человеку об одной точке вам все таки расскажу а других рассказывать не буду только тем кто у меня например изъявить желание вот познакомиться поглубже с моим курсом по восточной медицине одну точку я вам покажу вот эта точка находится вот здесь прямо под носом то есть в ситуации когда человек упал без сознания интенсивный массаж вот прямо берете так вот свой палец интенсивно нажмете и человек может прийти в сознание дай бог чтобы у вас таких случаев не было ну на всякий случай знаете очень просто очень действенных у меня было пару раз прецеденты когда вот эти знания мне помогли но если другие очень действенные и на курсе вот своем я о них рассказываю то есть сейчас мы подробненько почта коснемся того о чем этот курс попытаюсь ответить на ваши вопросы более детально очень еще раз повторюсь значит я веду огромную вот такую скажем так просветить скую деятельность уже на протяжении последних двадцати лет я главный редактор журнала совета доктор с 2000 года и соответственно было выпущено за этот период порядка 18 журналов порядка пяти приложений к этому журналу то есть журнала описывал в россии кстати в россии журнал совета доктора был один главный редактор сейчас разговаривает с вами но пройти мимо вот интернета я к сожалению вот вы знаете осознал эту истину для себя всего лишь где-то год тому назад в общем то тот коллектив это команда который если меня но могли бы делать это очень давно то что есть чем поделиться за моими плечами огромный опыт клинической работы как доктора как лектора и в общем то решил вот так вот систематизировать и вот последних два месяца работа эта растянута на несколько месяцев решил создать такой интенсивный курс по обучению людей простейшим навыкам именно использование вот этих точки этих знаний так чтобы это было понятно не было заумно так как это сделано иногда знаете некоторых книгах по восточной медицине или в интернете сайты слизывают друг у друга информацию которая реально практической ценности не имеет я из всего того что вот мне судьба дала ознакомиться сквозь призму своего сознания своего ума все это просеял вам выдаю фактически вот некие выжимки наиболее действенные значимые имеющие практическую ценность то есть этих вебинаров на самом деле вот снятых уже порядка десяти будет около 35 знаете еще вот в качестве второго посыла нашел очень интересную такую тоже мудрую фразу опять-таки конфуция то есть этот человек у него можно многому научиться и в качестве когда курс в свое время начинал вести именно этот курс получил у меня такой посыл многие мне часто задают вопрос как это я все освою я говорю дорогой мой значит взрослые люди должны переучиваться раз ну и второй момент только самые мудрые самые глупые не поддаются обучению а вот то что я вам рассказываю это очень просто очень легко ну по крайней мере мой опыт мне об этом говорит что в этом направлении можно развиваться и можно накапливать информацию то есть соответственно точки вот эти скажем так экстренные точки требующие повышенной осторожности это только для тех кто в общем-то в рамках этого курса пройдет какую-то подготовку чтобы я понимаю что человек что-то знаю теперь игра на сегодняшний момент времени какие темы в этом курсе озвучен ну во первых там вот не знаю я с вами общаюсь впервые вот в принципе большая аудитория очень приятно что имеет отклик именно у вас эти знания и потребность них существует соответственно в этом курсе то как я это умею не знаю плохо хорошо вам решать но тем не менее на сегодняшний момент времени вот те папки это это вот print screen сделал те вебинары которые уже сняты и к ним можно получить доступ как я вам потом озвучу это вебинар посвященный общему описанию меридианов янских меридианов янских все это с примерами все это в общем-то так чтобы легко было слушать рассказываю о тех концепциях которые например даже сейчас вам приведу пример вот есть один вебинар под названием 5 перволинит задаем вопрос вот с точки зрения китайской медицины человеку которого беспокоит сердце вот то что на самом деле очень часто беспокоит ноги то давление то боль какая-то человек идет к доктору и доктор ему говорит много от заниматься сердце без проблем сердце надо заниматься но если вы например каким-то образом пересечетесь специалистом в области именно вот этой философии целительства оздоровления или восстановления здоровья то он на самом деле скажет что да нужно действительно заниматься сердцем но на что он еще обратит внимание и вот кстати я задам вопрос в чат вот помимо сердца при проблемах сердца какой орган в обязательном порядке с точки зрения пяти первоэлементов значит требует оказать тоже требует помощи требует воздействия интересно кто из вас значит это и знает будьте добры так вот аудитория грамотно очень грамотно дорогие мои очень простые сведения очень простые знания вот те кто ответил печень еще желчный пузырь те ответили правильно и вот как раз таки на этом вебинаре по пяти первоэлементом я это рассказываю сегодняшняя встреча она такая живая ознакомительная и я знать я готовился к ней потому что я люблю вообще-то свою деятельность люблю то чем занимаюсь очень важно чтобы вы просто познакомились с этими вещами и с ними ну скажем так жили и помогали другим людям и более пяти тысяч то есть соответственно базовых вот те вебинары которые уже сняты вот они есть то есть соответственно курс под названием восточная медицина он сейчас это закрытая директория так в одном месте она не в открытом доступе и фактически этот курс вот он сейчас начитывается в принципе если как бы вот будет интересно то для тех людей которые захотят этот вебинар слушать реально можно будет сделать еще с организаторами так чтобы эти курсы другие начитывались в общество возможной на ваших платформах ну по крайней мере носить еще как бы организационный момент на сегодняшний день ввиду того что я читаю вебинар в общем-то на площадке до мира второй раз я думал в общем то что же вам такое рассказать и о чем в общем-то поделиться так вот на сегодняшний момент времени существует вот этот курс существует это закрытая директория вы имеете возможность с ней познакомиться то есть вот здесь я вам как бы тоже привожу те занятия которые уже созданы и вы можете получить сеть на знание удовольствие что и как делать мало того один вебинар неспроста например я коснулся точки красоты потому что я даю себе отчет насколько актуальным является этот вопрос то есть часто знаете бывает так вот у меня был один пример лет наверное десять тому назад мы меня так потряс я до сих пор его помню вам сейчас приведу как вот собственный клинический пример я работал не буду называть никаких фирм никаких брендов просто общую концепцию расскажу меня так это удивило что я на сегодняшний момент времени сильно автор многих книг в том числе и по восточной медицине он значит женщина в общем-то у меня консультировать по вопросам значит более в поясничном отделе позвоночника ну как всегда классический вариант распространенный автохондроз позвоночника в боли в пояснице там грыжа какая-то есть но я прихожу там на спину кое-что делаю а при этом подарил ей свою брошюрку маленькую прихожу на второй день владимир петрович что поясницу лечить все пройдет вы тут написали что оказывается можно с помощью точек сделать себя красивее меня это убило тогда то есть какова мотивация то есть получается что мотивация на быть красивой выше чем мотивация быть здоровым и именно потому такое количество появилось пластических хирургов такое количество появилось косметических салонов ну то есть вот такой момент хотя с точки зрения логики и здравого смысла чтобы быть красивее нужно не только лицо свое в общем-то оздоравливать но и все тело но мотивация у людей на здоровье выше и как раз таки у меня есть один вебинар который полностью посвящен теме избыточной массе тела и красоты то есть вы с этим тоже при желании можете познакомиться тем более что знаете хочу вам задать всем вопрос мы уже с вами по сейчас общаемся скажите пожалуйста вот этот стиль общения и это графическая картинка который идет вам для восприятия если она вам нравится поставьте 9 если например вызывает какой-то дискомфорт поставьте единичку что я понимал ну спасибо вам большое то есть приятно я всегда люблю получать обратную связь когда же общаюсь вживую у меня есть свои технологии потому что встреч провожу десятками в неделю на по две по три в разных регионах значите консультативную виду приема идея стоит в чем то есть почему вот я как бы вот по такой схеме мне важно понимать слышат меня люди и прислушиваются ли то есть каждому вот этому вебинару еще и прилагается интересный вариант слайда в виде pdf вы тоже можете получить доступ ко всему этому условиям и вам расскажем в конце теперь как бы было озвучено и заявлено что мы с вами можем укрепить иммунный статус именно в осенне зимний период и вот здесь уважаемые мои дорогие вот 419 человек это на самом деле хорошая цифра я бы очень хотел чтобы те все люди которые вот сейчас в этот период хотят быть здоровее вот не поленитесь просто вот искренне вам без всякий как бы скажем так обязательств вашей стороны вот просто для себя любимых не поленитесь вот . дзусанли я там раньше показывал . долголетие . хэгу это две важнейшие точки вот если вы с ними на протяжении вот этого месяца или двух каждый день хотя бы раз в день но можно два три раза в день в зависимости от вашего состояния массаж обыкновенный массаж своими пальчиками так в режиме комфортного удовольствия многие задают вопрос а по часовой стрелке или прочей часовой стрелке сделаем следующее ввиду того чтобы не погружать вас в эти знания связанные с неридианами энергиями кому надо я в курсе своем даже все это так при поднял что люди бывают слушают битвын . тушь я бы не хотел запоминать запомнил то есть это есть у меня такая черта я умею это делать соответственно 30 секунд по часовой стрелке 30 секунд против часовой стрелки по одной-две минутки на каждую точку и в течение дня два-три раза в день вы только проделайте это в течение хотя бы значит двух-трех недель не поленитесь они так что как таблетку таблетку химическую выпил думать здорово это не здоровые химических таблеток что подавляет определенные сигналы так и в общем-то химические методы они где-то нужны я не критикую обычную медицину очень многие подходы там есть как бы их рассмотреть можно очень серьезно покритиковать то есть две вот эти точки вам как домашнее задание и просто как чисто человеческий посыл для вас всех чтобы воспользоваться ну а что касается точек на лице то видите не исключено что через день может быть неделю вторую третью потому что у меня очень мощный коллектив программистов и вот так сложилось что есть чем поделиться на сегодняшний день у меня огромный ресурс в том числе и командный значит скорее всего я разработаю отдельную программку вот как прошлый раз суджок на каждый день программка может быть так и будет называться там ваше красивое лицо и вы же уважаемые мои большинство из вас каждый день перед зеркалом в общем-то себя прихорашивают и делают себя ну более красивыми более привлекательными и соответственно значит будет скорее всего программка который будет этим вещам посвящена но в любом случае значит из точек лица запомните это . реанимационные и еще очень действенными являются вот эта . третьего глаза ну а так в целом вот просто-напросто запомните что на лице тоже есть эффективные биологически активные точки но цель сегодняшнего общения было вам дать знания о важнейших точках вот те которые реально я вам показал так что вы запомнили стали применять что касается кстати очень люблю давать домашние задания то соответственно сегодня ваше домашнее задание будет это массаж точки красоты то есть соответственно той точки которая расположена у нас с вами сейчас я вернусь к ней так что вам ее показать это будет вам домашнее задание так потому что большинство все таки у нас с вами в чате женщины и соответственно чтобы вы на эту точку оказали вот воздействие вот она находится это вам домашние задания то чем можете воспользоваться значит теперь что мы сделаем я сейчас вам еще дам одну очень важную информацию потому что без нее полнота и качество моего выступления общения с вами будет скажем так чуть чуть ниже тоже очень важно это собственно говоря идея состоит в чем в том чтобы вы вот например даже на сегодня я вам только что показали многие точки я люблю всегда тоже задавать вопросы бывают их сопровождаю какой-то зрительной картинкой бывают просто спрашивать скажите пожалуйста вот при артрозах из тех точек которые он только что показал какие были бы наиболее эффективны вот как вы думаете ответьте мне в чате при артрозах я на вопросы отвечу вот те которые вы знаете в конце сейчас вы на мои поотвече точка долголетия точка красоты правильно наталья правильно действительно те у кого ну дай бог мы все с вами здоровы кстати я иногда бывает нас удивляюсь пациенты активно как бы бывает со мной взаимодействует и даже просто то что вы прикоснулись каким-то образом вот тому посылу энергетическому который я вам даю это уже очень хорошо действительно уважаемые мои . долголетия будете обрабатывать она мощным образом регулирует функцию всего организма и при артрозах будет давать свой эффект а при общей слабости какую мы задействуем параллельно как вы думаете тоже джусан ли так да 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 действительно этого две точки на которые стоит обратить внимание теперь смотрите значит соответственно я понимаю ваши вопросы и чтобы на них ответить соответственно объясню как можно получить доступ к этой закрытой директории как можно вообще допустим познакомиться с идеями вот этого курса так они только вот ограничиться вот этими знаниями скажу вам больше сейчас такой мир когда принципе наверно можно многое найти много где-то приобрести это не то что было лет 20 назад но я вам предлагаю свой авторский курс познакомиться с ним и вот на сегодняшний день вот доступ к этой закрытой директории значит стоит 5000 рублей то есть вот к тем видео которые уже там лежат то что бывает на вебинар приходят ко мне все вебинар там может быть будет открытый но доступ к директории будет закрыт и соответственно сегодняшний день значит доступ вот к тем файлам pdf вот к тем вебинарам которые уже сняты которые будут сняты для вас сегодня значит вот бывает ко мне приходит пять тысяч рублей стоят значит с 1 ноября будет 6 а потом будет 7 когда курс будет снят скорее всего он будет полностью стоит ему 10 или 15 тысяч он будет он будет моим полностью авторским там ни одной фотографии ни одной картинки нет взятой извне и создан мной то есть в этом плане я как бы несу полную моральную юридическую и авторскую ответственность более патенты у меня уже есть здесь как бы вот такой продукт теперь что очень еще интересно ведь на сегодняшний день у меня много вещей которыми я могу с вами поделиться и соответственно чтобы в общем-то оценить тех людей которые действительно хотят себе помочь и действительно могут принять решение познакомиться с этими идеями я уже в общем то где-то на протяжении целого года что я автор многих изобретений и у меня очень интересный есть курс под названием здоровая шея это каждый фактически месяц человек получает у меня на электронную почту письмо заданием что делать при проблемах шейного отдела позвоночника то есть соответственно для того чтобы человек ну хоть немножечко что-то с собой поделать сейчас все люди погрузились в интернет сидят у этих компьютеров и как-то надо людей стимулировать вот придумана была такая интересная концепция этот курс здоровая шея на сегодняшний момент времени стоит три тысячи рублей то есть но те люди которые сегодня вдруг откликнутся это сейчас как бы я уже обращусь помощником этого мероприятия они смогут фактически получить доступ закрытой директории и доступ в курсу здоровая шея который каждый месяц будете получать чем я так себе даю отчет иногда что многие в большей степени даже просто захотят этот курс здоровая шея чем курс здоровой позвоночника чем курс закрытой директории значит вы сможете вот если там день-два принимаете решение получить два вот этих великолепных я считаю вот насыщенных моей энергетикой продукта всего лишь за три тысячи рублей мне многие право ребят ну пускай лучше сотни тысячи людей этим воспользуются так и получат результат то есть вот такова как бы концепция и в рамках этого значит направление я работаю то есть соответственно те кто примет решение могут два дня значит вам уже организаторы мероприятия подскажут как это сделать значит я теперь все таки хочу с вами пообщаться вас очень много я бы хотел конечно каждому уделить внимание если вдруг где-то сразу говорю вперед кому-то не отвечу на ваш вопрос где-то как там может быть ну не так как вы хотели приношу сразу извини но в общем-то сейчас я тогда по чату буду с вами по мере возможностей отвечать вопрос при бессоннице пожалуйста скажите как себе помочь ну при бессоннице вот вот эта точка очень эффективна и прибессонница вот эти точки . пушень прошло . пушень алина задала вопрос находится на в общем берем стопу и на стопе с внешней поверхности вот есть внутренним и щелок и щеколотка и внешне так вот есть ахиллесово сухожилие и внешняя щеколотка и там буквально посередочке там находится очень интересный вопрос камни в желчном пузыре что делать скажу вам сразу значит в любом случае это кстати можно отдельный блок у меня целый вебинар будет под это дело подготовлен именно про проблемы желчного пузыря нарушение обменных процессов здесь очень важно что вы понимали следующее что камни желчном пузыре это ослабление энергетических процессов в меридианах печени желчного пузыря точки которые очень эффективно вот эта точка например на меридиане желчного пузыря так пожалуйста вот не поленитесь хотя бы вот эти базовые точки с ними познакомиться еще лучше с моим курсом целостным тогда будет безусловно понимаем зуб какую точку массирует ну при зубе как таковом значит качестве вспомогательной функции две точки вот эта точка и точку хэгу можно ну а еще лучше вообще системно понять откуда этот зуб вообще возникает это в целом надо заняться еще дополнительно шеи немножко разобраться с отменными процессе точка богатства ну как я вам сказал это межлопаточная область там и массирует чтобы улучшить работу печени какой точкой ну лучше всего для печени почему я ему точку красоты вот сегодня выбрал чтобы вам рассказать это именно . красоты для печени но деформация суставов это . ради на подошвах очень хорошо помогает так то есть идут знаете как всегда я много выступаю всегда идут в общество вполне конкретные вопросы вот это вот это вот это дорогие мои я понимаю что хотелось бы безусловно какого-то чуда и это чудо иногда бывает действительно но иногда знаете чтобы вырастить что хлеб надо посадить зерно по ухаживать за ними хлеб можно собрать только в общество осенью здоровье та же самая структура та же самая концепция то есть она требует усилий но это предсказуемые вещи его за что я люблю именно традиционные китайские подходы что они имеют колоссальный ресурс знаете я вот вспоминаю свою кандидатскую диссертацию именно сдавал на философию и профессор кафедры философии мужчина в общем-то где-то 150 килограмм это хорошо запомнил потому что у меня вопрос был на турфилософия то есть вот очень рассказывает у меня вопрос поправился к раз таки на экзамене про натуру философии то есть как раз а в восточных законах вот это же метод есть давно философия это рассматриваем вы знаете эти методы уже лучше устарели на них никто внимания не обращает передо мной сидит мужчина 150 килограмм пунктовый как раз гипертонической болезнью бог с ним дай бог ему здоровь вот китайские пластыри на подошву это воздействие на точки там двойной эффект сморяки и пластыри конечно на точке в том числе как и где можно заказать ну если заказать курсы вам организаторы ссылку на мои курсы то есть соответственно каким образом это будет выглядеть то есть вы оплачиваете вот по нашей акции значит доступ в курс в директории электронную почту вы нам даете и на свою электронную почту вы получите две ссылки одну ссылку на доступ к курсу кстати это воспользуйтесь рекомендация низко не говорю это дорогого стоит не исключено что завтра я с учетом того что вот вас там 400 человек дорогие мои но как-то может быть я и подниму стоимость но сегодня вот так то есть два дня получите курс здоровая шея каждый день будете получать там масса чего полезно масса того чего вы пока может не знает точно станете здоровее и грамотно и вот этот огромный курс значит посвященный именно ну скажем такому интересному увлекательному процессу познания восточных систем оздоровления так вот геморрагический инсульт ну вообще-то смотрите геморрагический инсульт это тоже . красоты тоже . долголетия дорогие мои вот я вам рекомендую у всех у вас есть какие-то свои вопросы не поленитесь вот просто-напросто это . безвредные то есть и на кстати задают вопрос что-то пока такой вопрос от вас не видел а если противопоказания к точкам ну тут я что могу сказать если пока есть у человека например там запущенное заболевание онкологическое не дай бог там 3 4 стать то с точками нужно быть вдвойне аккуратно но есть маленькое но вот я хочу вам задать такой вопрос мы все с вами сейчас в общем-то самые такие активные вот почти 308 человек меня слушают вот такой вот поглаживание это массаж или нет вот как подумаете вот ответьте мне вот простое поглаживание это массаж или нет простое поглаживание массаж правильно противопоказано ли человеку который находится ну грубо говоря в самом тяжелом состоянии вот такое поглаживание ну нет конечно то есть поглаживание но показано все молотова это мощный энергетический способ коррекции состояния то есть противопоказаний нет есть может быть ограничение по степени воздействия мягкое щадящее воздействие на точки показано при любом заболевании подчеркиваю вам я как человек который долгое время занимался анестезией и реанимации знаю что такое как бы финальный участок жизни и человеку помочь тоже можно здесь соответственно я подчеркиваю вам ограничений для восточных подходов нет значит они их применяют эти подходы и в самых сложных ситуациях тогда когда вот уже кризис какой-то другой интенсивность этого воздействия понятного значит вот в каком виде будет курс значит еще раз повторяюсь доступ к закрытой директории там лежат вот эти вебинары записаны на сегодняшний день и где есть каждую неделю я их начитываю туда как бы кладется план этих вебинаров где-то у организаторов есть и вот скажем я вам тоже их показывал там много чего там вопросы питания рассматриваются там вопросы скажем конкретного подхода при том другом третьем заболеваний там некий такой как бы синтез подходов и традиционных подходов врачевания и восточных интересный курс что касается курса здоровая шея каждый день на свою электронную почту в течение месяца вы будете получать письмо задание где видео где текст и совет сделай вот это сделай вот это для того чтобы улучшить состояние шеи а состояние шеи голова соединяется с туловищем все главные структуры здесь проходят немножко позанимайтесь даже месяц здоровее станете точно ну что касается дорогие мои по стране если мы с вами с организаторами договоримся это моя любимая тема так у меня есть целый курс так и называется стань стройный вот вопрос хороший прошел с какого возраста дети ну смотрите что касается детям топ поглаживание щадящие воздействия на эти точки можно прямо чуть ли не с грудного возраста щадящие все что касается интенсивного массажа и там иглоукалывания то что иголки я считаю детям без особой надобности тоже ставить не надо то есть и что к искали проблема серьезно но с трех лет даже больно на самом деле так то есть с детьми все упирается именно не в сам метод а в его применение то есть самыми маленькими можно щадящие методики применять а уже начиная с трех лет можно все остальные мы по показаниям и кстати вот именно сейчас в осенний весенний осенний период этот вине осенне-зимний именно вот эти точки основные которые я вам привел будьте добры пересмотрите потом это видео и запомните . хэгу . дзюсанли и . красоты вперед используйте будете здоровее хороший вопрос вы знаете я и су-джок использую по роду своей как бы деятельности и просто профессиональных интересов я конечно ориентируюсь рефлексотерапии в разных ее областях я автор многих изобретений у меня свои приборы даже есть но я сегодняшнюю свою цель видел на просто лишний раз ну скажем так зажать вас этим направлением чтобы вы для себя взяли это на вооружение этим пользоваться так и применяли а так точки можно вообще-то отдельный большой разговор и кстати вот ближайший вебинар будет посвящен именно массажу и восточных восточным методом оздоровлений то есть на точку можно как угодно влиять только знать что ты делаешь и соответственно можно и щуп можно и там руками можно и светом можно из чего угодно можно многое делать скажу вам больше авторитетно как ученый человек значит на сегодняшний момент времени мало есть научных исследований которые вообще сравнивали эти подходы вы просто как бы вот ту интуитивно примите какой-то для себя решение данном случае я вам рассказываю что великолепный метод возьмите его на вооружение и пользуйтесь ну как похудеть . красоты а если вы еще заходите поглубже но тогда вам нужно будет наверно один из очередных наших вебинаров на этой площадке мы как бы есть у меня уже план я вижу что востребованность и я могу здесь быть для многих полезен возможно просто будет отдельный вебинар где отдельно мы поговорим все что касается стройности даже дадим вам инструменты как это сделать так еще вопросы ну как подняли хороший вопрос как поднять давление значит дорогие вот задала этот вопрос уже ушел как бы этот поднимать давление можно чем вот я уже сказал море энергии . под пупком так то есть реально эту точку если мы будем скажем так стимулировать будет подниматься энергии следующая . исходя из того что мы сегодня с вами рассматривали . на подошве вот так которая значит объединяет нас землю два-три раза в день и будет подниматься давлений понятного будьте добры это сделать ну что касается снижения давления то тут вот прошлый раз я показывал что ну опять таки из тех точек что я вам сегодня говорил давление неплохо снимает . хагу вот даже вот таким вот образом сейчас я как бы перед камерой что было видно вот так вот щипковым таким воздействием когда чувствуете что поднялось давление размассировать хорошо подымает давление еще и вообще-то вернее снижает давление массаж вот этой воротниковой зоны у меня кстати моя диссертационная работа так и звучала изучение именно гипертонической болезни это отдельная тема что касается именно давление вот запомните вот эти точки вот эти точки то есть вот здесь расположены и . у александр значит по поводу бросить курить тема очень актуально что скажу вам значит точки иногда кстати очень активно занимался одно время устранением зависимостей но чаще все таки в зависимости от пищевого поведения избыточного употребления еды а так это вообще точки которые находятся на меридианах воли а меридианы воли это меридиан толстого кишечника то есть именно он отвечает за волевые реакции человека то есть если вы ну действительно хотите себя помочь запомнить для себя точку хагу так именно как точку которая может поспособствовать снижению вот тяги к куреву и точку вот здесь . врата духа то часто люди начинают курить уж стрессовые какие-то моменты он привык эту соску сосать значит . это который врата духа вот здесь пересмотрите потом запись и и найдете хороший вопрос поступил при рассеянном склерозе ну дорогие мои есть я же тоже как бы не наивный человек имеющий хорошую подготовку области европейских медицинских взглядов и вот в там врач гомеопат что было вам понятно я почти пять лет практиковал на кафедре кафедра руководитель давно был на самом деле руководитель был очень ну скажем так погружен в гомеопатию я вот сейчас так погружен в рефлексотерапию ее подход так соответственно скажу вам следующее вот россиян и склероз это заболевание серьезно это заболевание которое реально ну скажем так нуждается в серьезном улучшении состоянии нервных тканей головного мозга периферических нервов и здесь конечно базовые меридианы для того чтобы запускать эти энергетические процессы это меридиан r1 так то есть не меридиана . ради на подошве и соответственно на нее массаж стоит оказывать в воздействии при россии нам сперлоз я кстати в воронеже дружил кстати хорошая там женщина была молодец такая несколько раз им лекции читала давно было то есть именно даже ходил несколько раз на их встречи то есть вот вокруг себя организовала пациентов с рассеянным склерозом мало кто знает что серьезнейшая проблема и тоже им рассказывала об этих подходах об этих точках еще вопросы сейчас посмотрим какой . снизить холестерин большое спасибо за ваши вопросы то есть я просто вижу что действительно есть такой искренний интерес ну давайте так порассуждаем холестерин это скажем так производная жиров так то и соответственно его разные варианты существуют но давайте мы с вами подойдем к этому так как подходили китайцы они в свое время когда эти методы изучали или скажем так вот пользовались ими они же не знали и не биохимии не было ни микроскопов ничего не просто наблюдали а у человека болит голова помассировали точку головная боль ушла у человека например там беспокоила спина они там что-то помассировали какие-то травки дали все это ушло то есть в данном случае холестерин это скажем так признак биохимический но в любом случае это производная работы печени и функционирование значит точки расположены на печени точки расположены на желчном пузыре еще раз подчеркиваю вот кто не поленится у меня этот курс есть вы можете просмотреть и мало того значит еще туда будет много чего добавлено я человек открытые вопросы можете задавать безусловно них отвечу то есть холестерин улучшать функцию печени и пищевое поведение воспитания надо разбираться так вот тут атопический дерматит у ребенка медикаменты не помогают какие точки значит посмотрите что касается атопического дерматита у детей я кстати сразу вам скажу я никого вот так вот дистанционно лечить не собираюсь так но совет могу дать разум мне многие говорят как вот это же должен врач все делать и кури дорогие мои ну что есть так все хорошо было в обычной медицине ну тогда бы все здорово бегали скажу вам больше врачи статистически больнее всех остальных то есть общее количество анализировали ситуацию врач сам по себе болен и если вы к тебе к ним идете что будьте добры посмотрите он курит пьет вот у него зеркальная болезнь так кто знает что такое зеркальная болезнь не буду расшифровать что это такое то есть соответственно вы должны четко понимать что заниматься собой надо и применять эффективные подходы безусловно стоит так что что касается например заболеваний вот кожных так хороший вопрос кстати пошел вы наверно первые не знаю кто задал проскочили то соответственно это меридианы толстого кишечника и меридианы легков чтобы было вам понятно то есть точки здесь ну одна из точек меридиана легкого вот здесь вот сегодня даже на сегодняшний день у меня на этой директории лежит 10 таких фундаментальных вебинаров которые вот я за последние два месяца снял насчитал где я дотошно рассказываю вот это вот это вот и тут же момент какой проект произошел вот я поймал себе на этой мысли вот сейчас инфобизнеса она что какую ситуацию создала существует огромное количество хороших специалистов которые работают принимают пациентов но они не знают о том что вот есть такой великолепный инструмент как интернет как вебинары как рассылки и они этим не занимаются фактически их знают только их ближнее окружение вот я просто как ну пыдливый любознательный и неленивый человек стал понимать что эти знания можно активно доносить до вас и мне очень приятно что меня сейчас вот более 400 человек слушают и на самом деле очень как бы рад этому что можно с вами поделиться неважно будет этот курс у вас не будет по крайней мере даже если вы уйдете отсюда и запомните дзюсанли . долголетия и запомните хэгу моя миссия выполнена а если еще не поленитесь пойдете прочитайте этот курс дорогие мои посещение врача просто он вам в глаза посмотрит сейчас стоит полутора то пяти а то и больше тысяч а вот таким вот образом я попытался бы людей доносить эту информацию так скажите пожалуйста где находится . восстановление пмс у женщин значит это для других чтобы расшифровать то есть проблемы связаны именно с менструальным циклом у женщин здесь я думаю из тех базовых точек которые я вам назвал будет разумно использовать точку красоты есть еще и другие так то есть в курсе я бы это вот своем там рассказываю но из тех что я вам сегодня рассказал . красот но повторно идет катерина сколько времени продолжить сего курса дорогие мои значит еще раз повторюсь чтобы вы понимали курс под названием восточная медицина он на сегодняшний день это закрытая директория где мной уже создана снятой записано 10 базовых вебинаров что собой представляет восточная медицина какие базовые точки а будет еще порядка 30 и они в этот курс лягут то есть закрытый у вас будет ссылка на доступ к этой директории соответственно вы будете получать все эти вебинары в том числе плюс вы еще получаете курс здоровая шея . красоты интересно так значит уважаемые мои давайте я еще раз вернусь к точке красоты лишний раз вам скажем так как в хорошем смысле этого слова расскажу о ней значит смотрите . красоты запоминайте и неважно будет у вас мой курс не будет точку красоты мы должны все знать я когда читаю вебинары в живую не вебинары живые встречи я всегда в конце значит одно другое третье рассказала в конце говорю так кто знает где . красоты эту . все запоминай вы смотрите находится она по внутренней поверхности голень фактически вот на три пальца вот так вот если мы посмотрим значит внутри вот так прямо сейчас возьмите кто меня слышит и внимательно слушает не отвлекаясь возьмите вот именно прикоснитесь к внутреннему мыщелку справа и слева и ноги внутренней и вы там нащупайте этот щиколотка или мыщева так как называется и соответственно вот так вот три пальца вот этого мыщелка и вы эту точку найдете сложного ничего нет понятно значит я так понимаю меня слышно нормально да поставьте плюсики слышно меня нормально или нет ну большой пульс дорогие мои смотрите у каждого из вас есть какие-то свои конкретные вопросы свои какие конкретные задачи и они с одной стороны требуют индивидуального подхода с другой стороны чем не нравится вот эта восточная система что мы все с вами люди мы друг на друга очень похожи имеем достаточно схожие условия жизни условия питания социальные условия психологические условия имеем отличие то есть это такая глубокая философская тема и как раз таки знаете есть общие вещи то есть все мы хотим чтобы нас любили все мы хотим чтобы у нас было в достатке денег чтобы у нас была возможность отдохнуть есть универсальный вещь тоже как самое касается здоровья есть универсальные вещи которыми можно очень эффективно помогать и соответственно к этим универсальным точкам вот так и это как бы метафорически объясняю относится вот те которые вам подал будьте добры понятно что не это индивидуализация может идти но для вас сегодня в качестве домашнего задания . зус англии . долголетие . вот это вот хэгу и . красоты и я буду считать что на сегодняшний момент времени значит свою миссию по отношению к вам вот на сегодняшний момент времени выполнил знаете давайте еще вот мы с вами уже почти полтора часа общаемся я бы хотел вам задать такой еще вопрос скажите пожалуйста еще раз вот что из того что я вам сегодня рассказал ну скажем так заинтересовало может быть больше всего так если вас например заинтересовало восстановление здоровья просто здоровье поставьте девятку здоровье заинтересовало поставьте 9 если вы заинтересовали знания по восточной медицине поставьте пятерку видите то есть как бы и то и то и то так вот я вам скажу что в общем-то без знаний здоровье как бы можно и без знаний лишь получать но когда мы еще и наслаиваем на это какие-то знания но тут становится больше но это первое вижу как бы что действительно вам это искренне интересно и нравится но давайте еще как бы с вами спрошу и передам слово для организаторов было бы нам интересно еще со мной встретиться на этой площадке и например коснуться еще тем здоровья может быть психологии потому что поверьте мне есть чем с вами поделиться все-таки с вами общается человек который член европейской академии наук масса чего сделано поделиться есть чем с вами то есть если как бы да то вот напишите да 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 так что в следующий раз когда вот меня пригласят организаторы тут с дефицитом времени уже я рекомендую вам еще в общем приглашать своих друзей и знакомых чтобы мы не только вы об этом узнали мы и узнали друзья и ваше окружение поверьте что эти знания многого стоит я за последние 30 лет на ни одной химические таблетки не принял можете представить может быть когда-нибудь о себе чуть подробнее расскажу сегодня я просто выступал перед вами как человек который искренне любит ценит и уважает эти методы и в общем-то признателен что они есть что можно вот очень хорошо помочь себе близким и кстати вот к слову пришлось я очень хорошо с помощью этих методов своим близким помогает тоже очень важное как бы качество ну что ж дамир я передаю слово вам так может быть еще вы на какие-то вопросы ответите если вдруг на чей-то вопрос не ответил искренне прошу извините меня так можете найти меня то есть это не проблему так что желаю вам всего самого лучшего любви здоровья процветания будьте здоровы до свидания до следующих наших встреч 1 2 3 1 2 3 добрый добрый вечер ночи для америки добрый день с вами на связи хусейна дамир ну давайте я теперь с вами пообщаюсь как организатор этого мероприятия один из организаторов этого мероприятия значит 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 ну что тут были вопросы как сделать заказ да давайте сначала на этот вопрос отвечу вот ринат постоянно кидать ссылочки кто не знаком с такой системы вот смотрите вы красным написано да затем там голубой шрифт идет вот просто мы мышку на ее наводить нажимаете вы попадаете форму заказа там вы заполняете поля да там e-mail написать свое имя написать телефон скайп как я понял многих у многих скайпа нет скайпом не пользуется поэтому поле skype вы можете просто написать буквами да нет скайпа допустим или свою почту указать просто в это поле что-то внесите иначе вас систем дальше не пропустят значит вариант оплаты есть разнообразные поэтому чтобы получить для себя что-то персональное нужное вам если там что-то не видите сделайте в начале заказ внесите правильно свои данные мы с вами свяжемся и для всех предоставлены более удобные такие популярные до варианты оплату вот был вопрос из белоруссии не успевает оплатить банским переводом ничего страшного войдем в ваше положение я понимаю что только у вас будет возможность оплатить наверняка в понедельник тоже оставляйте заявку напишите что пытались уже в письме да когда вы оплатите кстати да пусть оплата обязательно своему организатору напишите что вы оплатили по такой-то системе восток это времени тогда будем знать что это именно от вас на перевод мы соответственно вы можете в комментариях там еще когда организатору будете писать об этом написать что вот слушал вебинар в пятницу но не могла оплатить по техническим причинам поэтому перевод сейчас конечно же мы всегда идем на встречу так что бонусы вы получите да бонус очень уникальный сам по себе этот курс он отдельно продавался тоже 3000 стоил вот курс до пошли но сейчас он идет в подарок так что это очень шикарный подарок а в прошлый раз на выступлении владимиром петровича была тема суджок поэтому вот сейчас я еще раз попрошу эту ссылочку кинуть тоже уникальная методика да но не не сама методика суджок да она сама по себе уникальна именно разработка владимиром петрович как он подошел к этому то есть когда вы получаете определенную программу в электронном виде который закачивать себе на компьютер ну и когда вы кликаете на эту программу то есть открываете там перечень заболеваний все вы выбираете нужные которые для вас актуальны кликаете на это название попадаете на страничку где показана конкретно ладонь не не муляж какой-то ладони там конкретно ладонь владимиром петровича свои ладони да и там появляется . которую надо массировать и она буквально пути . пока она пульсит вы смотрите эту точку у себя массируете потом появляется другая . которую надо массировать им по вашему заболеванию вы ее массируете пока она там пульсирует на экране вы массируете а потом появляется другая третья . вы ее массируете да все надо перейти на другое заболевание пожалуйста предыдущая страница открывается то есть очень удобный такой курс сразу видно куда нажимать и сколько по времени и как это все делал все описано все это показано вот такой очень удобный курс по су-джок то есть все на одной ладони ну вот смогу да свое личное мнение сказать по сегодняшним и теме выступления по этим энергетическим мерзианам но они все наше тело опоясывает вот наиболее до таким мощный аналитические каналы но и сновидящие их видят глазами дал кого-то внутреннее зрение но вот я тоже с этим моментами сталкиваюсь потому что тоже часто приходится заниматься целительством то есть когда я там кого-то лечу что-то убираю наружу приходит именно когда что-то где-то уже болит соответственно а это аналитическом уровне чищу человека да то есть первопричин убирая а человек а мне там все равно колет болит ну вот начинаешь тоже меридианы смотреть на очень эффективно и вот дефицит когда понимаешь какой меридиан забит в какой точке и знаешь что с этой точкой делать вот именно можно быстро убрать именно болевой синдром так что еще он до хочется сказать дополнением значит тот курс восточной медицины много-много раз я видел вопрос да как он будет что это будет сколько у закрытой директория да то есть вы у себя в компьютере до попадаете у вас будет объема ссылочка через эту ссылочку вы попадаете в определенные наиза и сайт назвать комната да где все выкладывается вот это называть закрытой директорией то есть там материал постепенно выкладывается курс очень большой вот владимир петрович говорил там 34 видео будет сейчас уже 40 да там приближается то есть в планах все дополняет дополняет может там еще больше будет вот пока уже выложено 10 видео до по которым вы уже можете заниматься это не просто лекция какая-то да да а это лекция с практическими упражнениями рекомендациями да то есть полноценный курс да и какие темы в этом курсе вы тоже вот на слайдах видели да кстати вы можете по ссылочке перейти там тоже системы перечислены вот так это все происходит на то есть постепенно постепенно это будет все дополняться как только курс будет полностью там и 40 видео создан конечно же цена уже будет другая но каждый раз когда она пополняется пополняется цена будет увеличиваться пока у вас есть уникальная возможность войти в этот закрытую группу в закрытые да это директория и уже цена для вас не изменится вы будете все все новые новые поступления видео уже смотреть и и будете постоянно доступ иметь то есть то есть то есть пока существует сайт пока существует владимир петрович со своей деятельностью у вас будет постоянно доступ туда его это его любимое дело он этим занимается так что вместе с ним вы очень много чего освоите но действительно вот я знакомился с материалами которые мне давал владимир петрович ну человек специалиста во многих областях с колоссальным не просто багажом знаний да а навыков умение да помочь конкретно человеку тоже не просто лекции читает он еще по городам едет где прием ведет население да там уже приходят с конкретным проблемами у кого-то вот здесь вот здесь и конечно народ хочет сразу на месте получить до выздоровление конечно же такой практический опыт умение помогать людям умение добиваться результата вот уже о многом говорит о статусе о возможностях этого человека у которого академическое медицинское образование и которые вот так вот и не до европейский подход вот еще увлекся и восточной медициной и активно ее использовать то есть это уникальный человек соответственно его методики тоже очень эффективны да с такими знаниями с такими навыками так что пользуйтесь моментом значит для того чтобы я сейчас тоже буду так что так так значит пытался платить заполнила контакта данная вот кнопка внизу оформить не работает ну так так натали скажите она уведомер заказа натали видно так натали давайте я вместе с вами пройду папа куда это делось только что ссылочка была весь этот путь итак я нажимаю кнопку на ссылочку вот попадаю да на страницу состав заказа иду еще ниже 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 вижу цену 3000 так значит заполняю поле вот теста заказа делаю дамир e-mail так e-mail телефон указал скайп нет скайпа пишу кстати указывать скайп очень удобно да кто указывает скайп я обычно по скайпу связываюсь потому что у многих возникает дополнительный вопрос вот под сужоку а где же ссылочка на бонусы и прочее прочее то есть человек увидел только верхнюю часть письма и вот ему даже лень чуть чуть пониже прочитать да где описывается и бонусы и все 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 то есть вот такие недорожимения возникают на ровном месте вот по скайпу это очень удобно да быстро можно вопрос задать а может какой-то конкретизирующий вопрос да для владимира петровича я могу быстро скопировать и владимир петрович передать ответ тоже вам то есть по скайпу очень удобно общаться поэтому можете смело вписывать так вот скайп вписал страна россия так оформить заказ у меня кнопочка работает все и вот я пришел на следующую страничку все здорово на следующей страничке у меня так а не является правильным е-мейл 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 неправильно у меня почему-то заполнился так другое внесу так сейчас я отвечу на другие вопросы я просто весь этот путь тоже сам пройду что чтобы не было сомнений что что-то не работает так оформить заказ все я прошел на следующую второй да по цифре 2 выбрать способ оплаты все работает пробуйте пробуйте еще раз всякое может быть вы может давайте заново на ссылочку нажимайте на талии и проходите все работает все очень здорово если вдруг у вас все равно возникает затруднение вы пишете своему организатору кстати вы завтра же видео все получите как только она сконвертируется будет готово я это видео выступление вышлю всем организаторам соответственно они завтра в рассылке все это да вам переправят ну и ответом писем вы можете написать что вот не могу никак сделать заказ да пожалуйста вместо вас организатор может сделать заказ главное чтобы номер заказа был то есть все вопросы технического плана они решаемы так что не переживайте не получать так раз два три раз два три как каким образом может со мной связаться там кто то вопрос я начал читать и вылетел так а Галина да Галина если вы по поводу выступления пожалуйста если вы от меня рассылку получаете вы можете ответ на письмо написать так 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 какие еще есть вопросы технического плана так значит напоминаю что варианты оплаты есть разнообразные кому удобно оплачивать в белорусских да то есть в белоруссии белорусских деньгах есть такие реквизиты кому удобно в гривнах пожалуйста кому удобно на шведбанк перечислять страны прибалтики есть такие варианты припал есть все виды банковских переводов в общем есть все через киви конечно конечно гульби вот по ссылочке если вы заказ сделали вот когда на цифру 2 уже вас перебросит на следующую страничку там есть и киви тоже варианты оплаты так сейчас скажу где так это мне надо опять заказ да так гульби вот инструкция для вас по ссылочке открывайте страницу заказ сделаю гульби но еще раз страничку откройте заказа там вот написано внизу реквизиты киви вернее все реквизиты там есть так еще раз рината вышли пожалуйста ссылочку еще раз так вот нажимаю на ссылочку гульби вот который сейчас рината дала вот идем 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 вниз смотрите оплата на реквизиты и ссылочка дана оплата на реквизиты видите вот на эту ссылочку нажимаете там весь перечень реквизитов после оплаты напишите на почтовый ящик или в дамп 7 gmail.com будьте внимательны то есть мои помощники стараются чтобы все было вы главное не торопитесь прочитайте вот раздел оплата реквизиты надо как-то в будущем более крупно это писать вот красным выделено оплаты на реквизиты гульби прочитайте так двигаемся дальше какие вопросы хочу заплатить через евросеть но там номер заказа там не предусмотрен ольга евросей значит делайте так вы сейчас опять вот нажимаете на эту ссылочку проходите вниз 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 там написано оплата на реквизиты и там есть яндекс деньги копируйте яндекс деньги идете евросеть говорите вот мне на этот яндекс кошелек надо заплатить вот такую сумму денег так натали на россию работа мне надо америка там есть америка натали paypal пожалуйста робокасса натали америка так шведбанк там реквизиты есть ирина сделайте заказ чтобы ваши данные были мы вам шведбанк реквизиты вышли наталья если вы не можете найти где там paypal и прочее прочее тоже главное чтобы был заказ мы если вы не можете найти вот здесь у нас там написано оплата на реквизиты и там ссылочка нажимаете нажимаете если вы там это все не видите не можете найти вы делаете заказ мы вам персонально будем на почту нужные варианты все высылать вот мне тут подсказывают помощники что когда вы делаете заказ форму заказа заполнили переходите на вторую страницу там есть варианты оплата яндекс там paypal тоже указан и вы можете напрямую я по этой ссылочке перейти на paypal ольга сейчас вам напишут нашу почту пусть оплаты вот можете на эту почту написать главное ольга сделать заказ так наталья припал не может да никак никак где варианты наталья заказ сделали наталья сейчас у вас если заказ сделали мы вас сейчас найдем и вам на почту вышлем припал чтобы как есть наталья фоната наталья это вы так так через paypal но я не могу попасть а это нужно так ага ага понятно здесь в чате сейчас наталья прямо здесь напишут вам на почту тоже это продублируем вот есть paypal так а у ольги что там не получалось заказ сделала так значит что еще могу сказать что вот по прошлому выступлению по суджоку тоже была очень интересная тема очень большой ажиотаж очень большой отклик кому эта тема интересна кто хочет именно с точками соответствия работать на ладони пожалуйста сейчас попрошу помощников еще раз скинуть ссылочку на этот курс по суджок а а а